в нашем проекте мы подошли к самым крючкотворным задачам технической стороне покупки в таких вопросах без женской аккуратности или если хотите скурпулезности никуда представляю мою собеседницу ирину руть ирина давайте начнем наш разговор с того момента когда какому-то потенциальному покупателю приглянулся объект приглянулся настолько что он готов начинать сделку купли-продажи с чего ему нужно будет ее начинать процедуру покупки нужно начинать с резервирования выбранного объекта чтобы его никто не ухватил и зафиксировать цену для этого необходимо подписать договор резерва и оплатить сам резерв то бишь залог сумма который необходимо оплатить для того чтобы зарезервировать объект может варьироваться от 3 до 6 тысяч евро это зависит от стоимости выбранного объекта как технически это происходит и что делать если я нахожусь в испании в этот момент и что делать если меня в испании нет объекта я хочу уже вот зарезервировать закрепить за собой ленту после выбора объекта приходит к нам офис мы подписываем договор резерва и оплачиваем сумму резерва по выбранному объекту есть может быть такое что человек приехал на отдых или командировку или по каким-либо другим причинам и также решил что он готов сейчас купить недвижимость и более того ему понравилась какой-то понравилась какая-то конкретная движимость выбранный объект это тоже возможно но в этом случае клиент не был ознакомлен с полной процедурой и возможно у него нет с собой достаточного количества денежных средств поэтому мы подписываем договор резерва и в этом же договоре отражаем что на данный момент на это подписание будет внесена например 1000 евро и остаток суммы то ли 2 то ли 5 в зависимости от выбранного объекта будет внесен позже по возвращению клиентам домой когда он сможет перечислить эти средства это тоже возможно куда я перечисляю эти средства и как я происходит оплата с карточки наличными деньгами это зависит от от выбранного объекта на первичном рынке объект или на вторичном если это новострой первичный рынок тогда резерв оплачивается напрямую застройщику если это объект на вторичном рынке тогда резерв оплачивается на счет нашей компании как представителя покупателя и мы оставляем себе всегда несколько дней на то чтобы проверить объект и только после этого перечисляем сумму резерва на счет продавца или представителя продавца какие документы нужны чтобы оформить этот договор купли-продажи для этого необходим только паспорт только документу доставляющую личность он всегда есть в любой ситуации потому как прилететь в испанию без паспорта ну может быть и возможно но в большинстве случаев нет всегда есть опасения что вот эти деньги залоговые мне не вернут каким образом в договоре резерва прописана ответственность обеих сторон и в течение какого срока я должен закрыть сделку по покупке мы всегда проговариваем с покупателем когда он хотел бы приобрести выбранный объект как правило большинство наших договоров резервирования заключается на три месяца это если мы говорим об объекте на вторичном рынке три месяца и в контракте есть информация о том что даже если что-то кто-то не успевает или сторона продавца или сторона покупателя есть возможность дополнительным соглашением к данному договору продлить на необходимый срок если это объект на первичном рынке то есть новострой то срок который мы указываем договоре резерва зависит от того достроен объект или нет если он достроен тогда это тоже может быть три-четыре месяца если он не достроен и будет сдан например через год или через восемь месяцев или через два года и такое тоже бывает тогда это все это даже отражено в договоре резерва это отдельная схема платежей рассрочка она беспроцентная но по конкретным датам предположим ты хочешь купить объект но у тебя нет нужных средств на это в принципе ты рассчитываешь на кредит в течение трех месяцев как правило ты успеваешь решить вопрос с кредитованием течение трех месяцев до но в таком случае нам нужно как правило заранее готовится почему потому как банк рассматривает документы на утверждение кредита от трех до пяти недель эти эти этот срок начинается с момента полного пакета подачи полного пакета документов как это можно сделать мы делаем предварительную запрашиваем банки предварительную оценку то есть собираем полный пакет документов которым мы подробно объясняем что и как нужно предоставить предоставить это лично не нужно это можно все предоставить дистанционно по электронной почте качественно отсканированной копии документов и в банке мы можем запросить предварительную оценку будет ли выдана ипотека или нет и уже опираясь на эти сведения мы можем дальше действовать согласно плану еще раз какие моменты должны быть обязательно отражены вот в этом договоре резерва обязательно выбранный объект его стоимость какова сумма резерва была оплачена при подписании контракта либо же на несколько дней позже и обязательно обозначена дата до которой необходимо подписать договор купли-продажи то есть совершить сделку у нотариуса но как мы говорили ранее что если вдруг бывает такое что мы не успеваем вложиться в указанные контракте сроки то можно дополнительным соглашением их продлить и обязательно ответственность сторон в каких случаях резерв не возвращается и в каких случаях возвращается в двойном размере подписание договора резерва происходит как правило в офисе агентства да или в офисе агентства или в офисе компании застройщика начинаем подписывать договор в нем должен быть прописана вот эта жесткая ответственность какая ответственность есть со стороны покупателя и что должно произойти чтобы он нарушил обязательство договора по практике если сделка не состоится по вине покупателя например передумал или выбрал другую недвижимость то оплаченный резерв ему не возвращается а если сделка не состоится по вине продавца например он передумал продавать или продал кому-то другому тогда продавец выплачивает покупателю резерв в двойном размере насколько часто происходит по практике второй случай что продавец действительно нарушает обязательства и в итоге покупатель получает деньги у вас были такие примеры за последние пять лет один раз но в заключении беседы мы коснулись еще одного вопроса который наверняка важен для девяносто девяти процентов покупателей и с договором резервом связан напрямую всегда хочется купить немножко дешевле чем указано базовой цене можно ли в испании сейчас на растущем рынке торговаться и какую цифру можно получить в итоге да торг всегда уместен и мы всегда торгуемся для наших клиентов и практически в девяносто процентах случаев есть положительные результаты есть скидки никогда мы не можем дать никаких гарантий что это будет скидка в размере 2000 или 5 нет но торг всегда уместен и мы всегда торгуемся какой момент целесообразно начинать это делать накануне подписания договора резерва потому как в самом этом контракте договоре резерва будет уже прописана стоимость по которой покупается недвижимость договор резерву подписан цена определена теперь надо готовиться к самой сделке но об этом в следующий раз а а